Дождались! Наконец-то! ЧС-4 на нашем канале! Неужто Покемоша запилил обзор на этот электровоз? А вот и запилил. Поэтому берите побольше печенек, тушенки, галет и будем обозревать легенду. Всем здрасте! Мы решили рассказать об электровозе ЧС-4 спустя три года после создания канала. Ну, как говорится... Торопиться не надо! Торопиться не надо! Да-с! Итак, ЧС-4, электровоз, который, появившись на просторах МПС, произвел фурор. И не только благодаря своей совершенно эксцентричной для утомленного нарзаном локомотивщика конструкцией, но и за счет сверхфутуристичного внешнего вида, ставшего для многих настоящим эталоном локомотивного дизайна. Блин, нет, мы не можем удержаться, чтобы не упомянуть ведро. Вот, взгляните просто на внешний вид. О чем тут еще говорить? Извините, друзья, это просто слезы. Их никак нельзя понять. Давайте по порядку. Расскажем о самой чудо-машине, подивимся на приколюхе, а также поделимся воспоминаниями ветеранов о запуске ЧС-4 в депо Горький Московский. С конца 50-х в Союзе железные дороги массово переходили на прогрессивные виды тяги – тепловозы и электровозы. В этот период в МПС начинают получать импортные пассажирские электровозы постоянного тока – ЧС-1 и ЧС-3, а затем и ЧС-2 – чехословацкого производства. Параллельно с электрификацией постоянкой, сначала понемногу, а затем все более массово, внедряется и крайне прогрессивная система переменного тока, требующая электровозов-переменников. НЭПС, конечно, подсуетился, начав выпускать ВЛ-60 и ВЛ-80. «Отличные машины! Классные машины! Вот только грузовые!» На просьбу трудящихся сделать что-нибудь и для пассажирских поездов, ответ был примерно таким – «Уходите отсюда! Идите в свой двор!» Пришлось ребятам-то всем опять идти на поклон, но уже чехословацким механикам. А те – «Проходи, браток, проходи! Есть тут у нас электровоз и как раз переменник. Мы называем его «Ламинатка!» и показывают С-699.0. Советская делегация – «Йоу, корабль! Натурально-космический корабль!» Друзья, об этом «Локомотиве» нужно обязательно сказать хоть несколько слов. Вот, слухайте. Инженеры «Шкода» к 60-м годам решили создать электровоз, который стал бы прорывным по конструкции для европейских железных дорог. Более того, они задумали стать лидерами в области электровозостроения, по крайней мере в Центральной и Восточной Европе. Джентльмены впервые освоили технологию изготовления кузова из стеклопластикового ламината. Также конструкторы полностью переработали ходовую часть и внесли много улучшений в электрическую схему тогдашних электровозов. И, конечно, дизайн. Чешский дизайнер Атакар Диблик – мега уважаемый человек, нарисовавший этот электровоз, за внешний вид которого не стыдно даже спустя 60 лет, друзья-товарищи. Этот дизайн, в отличие от современных уродцев, был нацелен на общее стремление людей, в том числе и промышленных художников, сделать жизнь яркой, насыщенной красивыми вещами и красивой техникой. На электровозе С699.0 отрабатывались новые технологии, но однажды в ВВК возник пожар, и машина была серьезно повреждена. Аппарат отставили от работы, и он долгое время ветшал на задворках завода, пока его не приметили энтузиасты. Они убедили руководство о необходимости реставрации, и спустя время превратили электровоз из этого, из этого, из этого, и из этого, вот в это. Настоящий триумф реставраторов-профессионалов. Слушайте, об этой удивительной машине нужно делать отдельный ролик. Если джентльмен хочет этого, пусть черканет в комментариях. Так вот, электровоз, о котором мы только что рассказали, имел заводское обозначение 32Е. И именно его часто называют прототипом сегодняшнего героя локомотива ЧАЭС-4. Советская делегация убедила инженеров Шкоты построить пассажирский электровоз для МПС по типу 699-го ЛОКа. Проект был назван 52Е. Тот же дизайнер, Атакар Диблик, создал экстерьер кузова машины для СССР. Его рука прекрасно видна в обоих локомотивах. Несмотря на схожесть, кузов ЧАЭС-4-001 спроектировали с учетом габарита наших железных дорог, и машина стала чутка крупнее. При этом обшивка боковых стенок и кабины была выполнена также из стеклоткани. Джентльмен спросит, а в чем, собственно, плюсы такого решения? Их овар дофига. Во-первых, нет коррозии. Во-вторых, пластиковый кузов намного легче металлического. Преимуществом является меньший коэффициент теплопроводности, благодаря чему внутри проще поддерживать заданную температуру в кельвинах. Еще стеклопластик не получает и вмятин при незначительных повреждениях. А всякие сколы и трещины легко пофиксить в условиях депо, разбодя же в полиэфирную смолу с кусочками стекловолокна. О минусах скажем позже. Компоновка оборудования в кузове ЧС-4001 была схожа с прототипом 32Е, однако систему вентиляции механикусы полностью переработали. Дело в том, что на 32Е воздух для охлаждения оборудования отбирался вентиляторами прямо из кузова, а в кузов поступал через жалюзи в боковых стенках последнего. Такое решение затрудняло переход бригады на ходу из кабины в кабину, а также приводило к повышенной запыленности воздуха в машинном отделении. В кузове-то сами знаете кепки, окурки, сэмки, черти что. Ну вот, на ЧС-4 жалюзи были подняты почти под крышу. К ним прилегали герметичные форкамеры. И отбираемый с улицы воздух по форкамерам, минуя коридор, поддавался напрямую к двигателям и выпрямительным установкам. Локомотивные бригады одобряют. Компоновка всяких ништяков в кузове вызывает уважение своей элегантностью и продуманностью. Смотрите сами. В центре установлен тяговый трансформатор с примкнувшим к нему переключателем ступеней, а слева и справа размещены аппараты и машины, обслуживающие каждой свою тележку. Выпрямительная установка, вентилятор, шкаф ПР, резистор ослабления поля и прочее брахлу. То же самое зеркально стоит и с другой стороны кузова. Иначе говоря, если сдохнет ВО, встанет в винт, произойдет переброс по двигателю – фигня война. Отключай все, что накрылось, и езжай на другой половинке, то бишь телеги. Надежно? Конечно, надежно. Чехословацкие парни впихнули в первый ЧС-4 еще и реостатный тормоз. Ну, чисто по фану. Теперь тележки. Забегая вперед, скажем, что нас всегда восхищала конструкция этого узла. Высокие скорости, десятки лет эксплуатации, а тележкам хоть бы что. Редко какой элемент ослабнет. А про обслуживание вообще молчим. Поменять колодку, отрегулировать штака – пф, физи. Как тут не вспомнить телеги советских ВЛ-60 и ВЛ-80? Постоянно все слабнет, особенно в межсезонье. Теряются шапочные болты, а смена колодки – это литл квест. Не вспонимаешь. Конечно, Шкода не сразу научилась делать такие тележки. На 001 Чехе, например, испытывались две их разновидности. Одна с подбуксовыми листовыми рессорами, а вторая с балансирами. Второй вариант испытывался в самой Чехословакии. А первый первоначально был направлен для испытания в Союз. Остановились на варианте с балансирами. А что там по кабыне? Сейчас посмотрим. Та-рам! Первое впечатление – Шикардос. Дизайн топ. Пакетники в серединке. Сигнальные лампы в три секции. Удобное расположение всех приборов, включая скоростимер. А штурвал контроллера? Ему уместнее стоит на дорогой яхте какого-нибудь господина Крабса. А тут он на обычном электровозе. Разумеется, остекление. Это те неузенькие щелочки современных недолоков. Тут обзор. А старики прозвали за это четверки аквариумами. Видимо, в память о БГ. Думаем, бригады, пересаживающиеся на Чехе после ВЛ-60, просто офигевали от такой роскоши. Впрочем, а так ли оно было радужно в действительности, как мы пытаемся расписать? Давайте узнаем. ЧС-4001 был построен 16 апреля 1964 года, после чего в течение нескольких месяцев испытывался у себя на родине. А в декабре 1964 аппарат передали в СССР. На этом фото запечатлен тот самый исторический момент. Станция Чиерна над Тисою. Тепловоз Т2 толкает нашего Хироу в сторону Союза. Видите, агрегат в зеленом окрасе, да еще с махонькими боковыми окнами. Небольшое отступление. Привычный красный окрас ЧС-4 приобрели, начиная с 005 номера. А полноценные боковые окна уже со второго. Сначала машину направили на Северокавказскую дорогу, где она вместе с ВЛ-60П стала проходить опытную эксплуатацию. Увы, сразу стали выявляться недостатки в электрических схемах. Более того, самую первую поездку до Ростова ЧС-4001 с вагоном лаборатории и двумя электровозами ВЛ-60К своим ходом так и не доехал. Сломался. Через три месяца после испытаний электровоз бригады чехословацких спецов был направлен на ремонт и доработку на сам НЕВС. Ладно, кое-как пофиксили и перевели уже на скоростной участок Белореченской Майкоп. Там страдальцы разогнали до 145 км в час, но опять не задача. Было сорвано сразу четыре муфты тяговых двигателей из шести и убита в хлам ходовая часть. А ведь конструктивная скорость была заявлена в 180 км в час. Пришлось констатировать, что на дорогах СССР новомутный электровоз полноценной эксплуатации не готов. А к тому же мощность всего 4800 кВт явно недостаточно. Отправили они уже все ребята-то чешскую машину обратно на завод. В Чехословакию, дескать, чините. На дворе стоял 1966 год. Подивились заводчане на электровоз после Советского Союза. Почесали репу и стали его доводить до ума. Улучшили ходовку, реостатный тормоз. Добавили мощности до 5100 кВт. А потом думают, а нафиг, кастаем агрегат себе. И стали катать его на экспериментальном кольце Велим. У себя в Чехословакии. Интересно, что Лок стал основой в разработке опытных двухсистемных ЧС-5. В 1972 году ЧС-4001 поменяли серию на С-699.1001. И переделали в испытательную лабораторию. После чего машина стала работать на кольце по системе. С бустером электровоза Е-479. В Союз первенец-переменник так и не вернулся. А к 1990 году он был списан и разобран. Отмучился. Но на этом история нашей серии вовсе не заканчивается. А только начинает развиваться. В 1966 году у Чехии, приобретя опыт, строят установочную партию ЧС-4 для МПС. Из 10 машин. С 002 по 011 номера. Заводское обозначение 52Е1. Затем в 1966-67 году выпускается партия из 50 машин с 012 по 061 фактически уже серийные электровозы, обозначенные заводом 52Е2. Серия 52Е3 99 локов строилась в 67-69 годах. Номера 062, 160. Серия 52Е4 50 электровозов, 162-211 номера, увидевшие свет в 70-м году. И последняя серия 52Е5. 20 аппаратов номера 213 и 231 были выпущены в 71-72 году. Всего таким образом, Шкода изготовила 230 машин. Почему не 231, может спросить джентльмен? Потому что номер 161-й был не ЧС-4, а ЧС-4Т. Впрочем, это совсем другая история. Как было обещано, делимся отзывами бригад о первых пультах машиниста на электровозе ЧС-4. Тех самых, с фельдеперстовым штурвалом контроллера. Как оказалось, пульт, несмотря на элегантный внешний вид, был весьма громоздок и широк, занимая почти треть кабины. Ближайшую точку пути, даже стоя, локомотивщики видели метров за 50-70 от автосцепки. Горе было тому, кто пытался перейти перед машиной в момент отправления. Вероятность того, что незадачливого джентльмена локомотивная бригада сможет узреть и затормозить, стремилась к нулю. А сами штурвалы контроллеров, будучи пластиковыми, с трудом выдерживали суровые руки советских водителей. Практически все они со временем ломались аккурат у основания. До кучи панорамные стекла были недостаточно прочными и нередко трескались. Пикантная деталь, откидное кресло для третьего лица. Оно крепилось к боковой стенке кабины со стороны помощника. И человек, получается, смотрел не вперед, а вправо на машиниста. Зато блок защиты 850 располагался не в коридоре, а в самой кабине. Что ж, ребята со Шкода провели работу над ошибками и здесь. Начав в серии 52Е3 монтировать в кабину сильно измененный пульт из металла. Он стал намного компактнее и практичнее, пусть и не такой шикарный внешне. Контроллер, изменив свои чертания, также изготавливался из металла. Мощность серийных четверок поднялась до 5100 кВт, а скорость снизилась до 160 км в час. Кроме того, начиная с номер 012, машины лишились реостатного тормоза. Зато появилась возможность работы от пониженного напряжения в контактной сети до 12 кВт. По итогу надежность электровоза возросла многократно, как и комфорт для локомотивной бригады. Установочную партию из 10 машин также отправили на северокавказскую дорогу, в депо «Кавказское». Затем чехами снабдили депо «Брянск-2», «Киев-Пассажирский», «Балашов», «Росаш», «Саратов» и, конечно, «Киров-Киров». Про «Горьковскую дорогу» надо сказать подробнее. Старики-машинисты депо «Горький Московский» после электрификации главного хода в 60-х стали водить пассажирские поезда на электровозах ВЛ-60. А к 70-му году «Тача Киров» начало получать ЧС-4. И вот как рассказывали деды. Прислали им в депо «Горький Московский» одну четверку с номером 111, о его экстерьере мы скажем чуть ниже. Всю зиму аппарат стоял на знаменитом 21-м пути, и бригады проходили на нем учебу, параллельно работая на 60-ках. А ближе к летнему сезону Киров стал массово выдавать под пассажирские поезда ЧС-4. И так, по воспоминаниям, практически за одно лето все ВЛ-60 были заменены на чехов. Но 111-й был первым. К концу 70-х в Кирове происходит обновление и перераспределение парка. ЧС-4 передается в Киев, а взамен депо получает ЧС-4Т. Подобное происходило и в других ТЧ. К началу 2000-х в России большая часть аквариумов уже отставлена на запасные пути и базы запаса. А оттуда путь один в расход. Одними из последних рабочих стоковых четверок оказались машины с номерами 157 и 226. 157-я долгое время работала рельсосмазывателем, но в 2014 году была списана. А от 226-я до 17-го года каталась на экспо 1520. Увы, сейчас она стоит на базе запаса. Дальнейшая ее судьба скрыта в тумане. Еще один оригинальный ЧС-4 031-й и тоже на базе запаса. Однако он страшный, как паршивый шакал. И получилось, что к началу 21-го века большая часть наших героев оказалась сосредоточена в Украине, депо Киев-Пассажирский. Предельный износ локомотивов вынудил УЗ заняться радикальным ремонтом чехов. Эту работу поручили Запорожскому заводу. Он с 1999 по 2013 год отквырил 105 электровозов этой серии. При этом менялся внешний вид машин. Кабины и кузов изготавливались новые, уже из металла, по типу ЧС-8. Менялось внутреннее оборудование, подкатывались новые тележки. Иначе, говорят, аквариума мало что осталось. Зато аппараты продолжают вполне успешно трудиться. И, кроме того, металлическая кабина, в отличие от пластиковой, гораздо лучше экранирует переменные магнитные поля, наводимые контактным проводом. А это позволяет чуть медленнее оставлять здоровье в поездах. Несколько ЧС-4 в оригинальном кузове засейвлены в музеях. Подивимся на них по возрастанию. Номер 012. В отличном состоянии в Питере на Балтийском вокзале. Пожалуй, самый правильный чех, тем более, это первый полноценный серийный электровоз. Номер 023. Новосибирский музей. Неплохо. Номер 025. Рижский вокзал в Москве. Его состояние заметно хуже, во многом в силу небрежного ухода. К тому же, упрощенный окрас, не соответствующий заводскому. 029. Ростовский музей. Ну, тут без комментариев. 072. Киевский аппарат. На станции Киев в мини-музее. В силу недостатка места размещен электровоз не очень удачно. Половина под мостом. 160. Номер. В Самарском университете путей сообщения. Самара город. 212. Номер. Челябинский музей. Что-то чуваки с окрасом совсем намудрили. И крайний музейщик 225. Хотя написано 224, но не верь глазам своим. Заводская табличка на нем вообще от 140-го. Немного магии. Внимательный джентльмен спросит. Вячеслав, а что же вы нам не говорите о реакции рок-музыкантов на ключевые моменты в истории ЧС-4? Действительно запарили, но до переча вспомнили. Значит, 64-й год. Выпустили ЧС-4-001. А Британия ответила созданием рок-группы Moody Blues. 66-й год. Серийная поставка ЧС-4. Фрэнку Синатри дают Грэмми за Strangers in the Night. 72-й год. Прекратился выпуск легенды. Ушел из жизни не менее легендарный американский блюзмен Клайд Макфаттер. Эх. Предприятия Шкода оказались находкой для Советского Союза. Прекратив поставки ЧС-4 в МПС, Чехословакия продолжала строить все более и более технологичные электровозы. ЧС-4Т, ЧС-7, ЧС-8 и многие другие. А тепловозы? Серия ЧМ-3 от Шкода оказалась едва ли не самой массовой во всем мире. Применительно к маневровым машинам. В Союз было отправлено почти 7,5 тысяч тепляков. Глыба, броня, джигурдинушка. Кстати, когда выпуск ЧМ-3 прекратился, суперуважаемая компания Евротрейн, посчитав, что шоу должно продолжаться, сама стала строить ЧМ-3 в виде элементных масштабных моделей копий. И, друзья, товарищи, это сказка. Представьте, чему хо стоит на берегу озера. По озеру плавают лебеди. Лебеди белые, лебеди черные. Лебеди белые, лебеди черные, лебеди красные. Зеленые? Да, зеленые. Вот тут и оно. А все потому, что Евротрейн это стопроцентная гарантия качества. Их модели локомотивов и вагонов оценили не только российские коллекционеры, не избалованные ассортиментом, но и моделисты Германии, Австрии, Чехии, Польши, Болгарии, Франции и даже Японии. Евротрейн – единственный российский производитель масштабных моделей железных дорог в 87-м масштабе. За годы работы компания сумела объединить под одним брендом и макетную студию, и сеть магазинов для моделистов, и производство моделей по специальным заказам. Ачметри – вот он, тепловоз, который будет уместен на любом макете или диораме, и даже на полке. Уникальное явление. Евротрейн выпускает не один какой-то тепловоз этой серии, а целых четыре разных номеров в разном окрасе и, внимание, отличающихся внешне деталями, совсем как реальные прототипы. Ведь в процессе выпуска тепловозов завод менял форму пути очистителя, высоту крыши кабина над капотом, добавлял гофры, изменял вид дверей капота и так далее. И Евротрейн мастерски воспроизвел отличия в своих моделях. Первая – самая ранняя чемуха от компании с номером 485, которая имеет заводской окрас первых лет и полностью соответствует локомотивам, выпущенным до 70-го года. Вторая серия – ЧМА-3-1465 с московской дороги. Так красились тепловозы до 2900 номеров или до 79-го года. Третья серия – с номером 2916, уже нашей, Горьковской дороги. Как по нам, так это самая красивая внешняя машина. На таких тепловозах была изменена внешняя кабина машиниста, появились продольные гофры. Это добавило шарма. В то же время на дверях капота всё ещё сохранялись выштамповки, упразднённые в дальнейшем. Да и путь очиститель стал изящнее. А четвёртая серия – ЧМА-3 на тепловоз номером 1652. Гофры на кабине нет, зато аппарат закатали в корпоратишу. Четыре обматоренные оси. Внешнее и внутреннее освещение. Возможность установки звукового декодера делают модель крайне привлекательной для ценителей. А преподнести её в подарок старичку-тепловознику или своему инструктору – сразу плюс 80 к карме. Евротре не ищет компромиссов. И главную раму изготавливает исключительно из металла. В то же время поручни выполнены из полиамида, материала которой сломать весьма непросто. Год гарантии – это солидно. Ознакомиться с каталогом моделей и заказать их, а также многое другое, можно на сайте компании. Ссылку мы оставим в описании. Ещё можно посетить магазины. В Москве у станции метро Трубная и Маяковская. Или в Питере у метро Технологический институт. Кроме того, у Евротрена есть группа ВВК и Инстаграме. Ссылка на ВВК также в описании. Пора подвести итоги, друзья-товарищи. ЧС-4 получился настолько красивым и футуристичным, насколько это возможно. Плавные линии, огромные окна, гармонично расположенные внешние элементы оборудования, тщательно продуманный окрас, зеркально-блестящий краской металлик, сделали машину похожей на посланник инопланетных гостей. По мнению ряда художников, электровоз получился лучшим по дизайну среди всех пассажирских электровозов в мире. Согласен ли джентльмен с этим утверждением? Или имеют свои доводы? Пожалуйста, напишите мнение в комментах. Как бы то ни было, а для многих людей среднего и старшего возраста, неравнодушных к железке, ЧС-4 навсегда остался в памяти чем-то удивительным и прекрасным из тех далеких и счастливых времен. Вот цитата. Я первый раз увидел этот электровоз в 1966 или 1967 году. До сих пор зрительно помню грандиозного красного красавца, совершенно необычного вида ЧС-4. Его дизайн просто поразил мое воображение. С этого момента я стал электровозником на всю оставшуюся жизнь. Никогда этому интересу не изменял и никогда не жалел об этом. Бесспорно, и электровоз, и его создатели достойны самой доброй памяти. Спасибо всем, кто досмотрел наш скромный ролик до этого момента. Будем признательны вашей оценке лайком или дизом и, конечно, комментарием. Подписывайтесь на канал и заходьте на наши околожелезнодорожные стримы. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.